Что теперь? Очередная проверка вкуса между друзьями, да? Очень мило. Запал на лебедей? Это твой вкус? Об этом будем разговаривать. Я думал о том, что ты мне сказал насчёт моего рисунка. Да? Помню, очень испал. Что-то мне открылось. Я впал в глубокий мирный сон, и с тех пор уже не думал о тебе. Не знаю, что я надумал. Нет. Ты мальчик. Ты даже не понимаешь, о чём говоришь. Ну, спасибо. Не за что. Никогда не уезжал из Бостона? Нет. Если бы я спросил тебя об искусстве, ты дал бы мне полный отчёт о каждой книге по искусству, которую ты читал. Миколанджело. Ты много не знаешь о нём. Его работа, политические взгляды, отношения с Папой Римским, сексуальную ориентацию, произведения. Верно? Но уверен, что ты не знаешь, как пахнет в сикстинской часовне. Ты никогда там не стоял и не разглядывал росписи на потолке. Если я спрашиваю тебя о женщинах, вероятно, ты выдашь мне картину своих предпочтений. Возможно, ты несколько раз и спал с кем-то. Но ты не сможешь сказать, каково это проснуться рядом с женщиной и почувствовать себя счастливым. Ты крутой парень. Если я спрошу тебя о войне, ты забросаешь меня цитатами Шекспира, да? Опять сражения, друзья мои. Но ты не был на войне. Ты никогда не держал голову своего лучшего друга на коленях, в виде его последних вздохов. Если я спрошу тебя о любви, ты процитируешь мне сонет. Но ты никогда не смотрел на женщину и не был полностью уязвим. Ты не знал женщину, с которой тебе хорошо. Ты не чувствовал себя так, как будто Бог специально для тебя послал на землю ангела, который спасет тебя от глубин ада. И тебе неизвестно, что значит самим быть ангелом для нее. Так же сильно любить ее, пройтись ей через все, через рак. Ты не знаешь, каково спать в больнице, на стуле, два месяца, держа ее за руку, потому что врачи видят под твоим глазом, что часы для посещения, не для тебя. Ты не знаешь о настоящей потере, потому что такое можно понять, лишь когда любишь кого-то больше себя. Сомневаюсь, что ты любил кого-то так сильно. Я смотрю на тебя, и не вижу образованного, уверенного в себе человека. Я вижу маленького, перепуганного, обкакавшегося малыша. Но ты гений Вилл. Никто этого не отрицает. Никто, возможно, и не видит в тебе этой глубины. Но ты считаешь, что знаешь обо мне все, потому что видел мой рисунок. Ты разобрал всю мою чертову жизнь по косточкам. Ты ведь сирота, да? Ты думаешь, я знаю о том, как трудна была твоя жизнь? Что ты чувствуешь? Кто ты, только потому что читал Оливера Твиста? Эта книга может объяснить тебе? Да мне насрать на все это. Знаешь почему? Потому что от тебя я не могу научиться ничему, чего нет в книгах. Пока ты сам не захочешь рассказать о себе, кто ты. Вот тогда пообщаемся. Ты ведь не хочешь этого делать, верно? Ты в ужасе от того, что мог бы рассказать. А теперь... Чего и ход, вождь? Субтитры создавал DimaTorzok